Ну вот пытаюсь показаться, добрый вечер, я наконец, у нас всегда появляется это как облегчение, поздравляю всех со всеми главными прошедшими праздниками, ну и очень хочется надеяться, что этот год мы как-то сможем обсуждать новости нашей внутренней жизни, да, примерно такая задача этих видеоэфиров, ну а фильм «Матрица», братьев Вачовские, 1999 года, это своего рода вечная новость, вечная новость, потому что, наверное, какая-то часть внутри нас всё-таки надеется, что эта реальность лишь мираж, мая, грандиозная иллюзия, и что за всем за этим есть что-то настоящее, вот поэтому для огромного числа справедливых стирателей психологов, философов, психоаналитиков, которые говорили и писали целые книги об этом фильме, и я вряд ли скажу что-нибудь новое, поэтому главный-то вопрос сегодняшнего разговора, не фильмовый, а вечный, может быть, один из самых главных для человека, это вопрос о том, вопрос того, точнее говоря, что такое реальность вообще, и какую часть этой реальности можно считать вполне реальной. Вот, когда я смотрел «Матрицу» в одном кинотеатре в Словении, мне представилась прекрасная возможность сидеть рядом с идеальным кинозрителем, абсолютно простодушным. Попросту говоря, я сидел рядом с идиотом. Молодой человек лет двадцати был всецело поглощен фильмом и все время будоражил соседей громкими восклицаниями, типа «Господи, вау!» Так значит, реальности вовсе нет. И я решительно предпочитаю такое наивное погружение псевдоизощренным интеллектуальным прочтением, в которых на экран проецируются утонченные философские или психоаналитические концепции. Должен вам сказать, что это не мои слова. Но чувства мои очень похожи. Это я начал цитировать большую статью Словоя Жижика, знаменитого славянского философа и политика, которая называется «Матрица или две стороны извращения». Вообще говоря, именно так для меня вопрос состоит. «Матрица или две стороны извращения». По-моему, я уже, если честно, даже не помню. По-моему, в эфире «Радио России» мы как-то говорили о «Матрице», и, по-моему, даже было две передачи, если я правильно это помню. Не знаю, есть ли они у нас в архиве. Напомню тем, кто не знает, что на сайте «Серебряные нити» есть слева вверху кнопка аудиозаписи радиопередач. Там можно поискать эти предыдущие аудиозаписи передач, которые прошли в эфире. А важно для меня примерно следующее. «Какая из реальностей» в мире фильма «Матрица» говорят, что братья Вачовские собираются снимать четвертые и пятые части. Вот трилогия не закончена. Ну, что ж, их можно понять. Такой феноменальный успех, конечно же, нужно повторять. Но повторюсь, что причиной-то бесконечной популярности фильм был, несомненно, поиск нами, зрителями фильма, какой-то другой реальности. Конец XX века – это время, наверное, пикового отрицания всякой реальности. И зритель очень надеялся быть разбуженным, как хакер Нео, который днём работал белым братничком, а по ночам становился хакером легендарным и получал сообщения, которые вы видите на экране. «Тук-тук! Проснись, Нео! Проснись! Тук-тук! Проснись, Нео! Матрица владеет тобой!» Это ощущение, что реальность окружающая стала дурной, прогнившей, испорченной, и сквозь неё хочется пробиться к другой реальности. Ну, например, владеет фанатиками или не фанатиками, людьми, искренне увлекающимися компьютерными играми. Да и чё там говорить по-своему каждому из нас, потому что каждый из нас пытается пробиться сквозь внешнюю социальную матрицу какой-то своей реальности, то есть к реальности, которую он чувствует как собственную подлинность, пытается пробиться к той реальности, с которой он согласен. Что такое «Матрица»? Ну вот, Жижек писал, что «Матрица» – один из тех фильмов, которые функционируют в качестве теста Роршаха, запуская универсальный процесс узнавания. «Подобно тому, как канонические изображения Бога всегда будто смотрят прямо на вас, практически любое направление мысли найдёт здесь своё отражение». Ну вот, приверженцы Фрейда Марксизма, Фрома, Франкфуртской школы, видят в «Матрице» воплощение культур-индастрии, то есть овеществлённую социальную субстанцию капитала. И нам это хорошо знакомо, потому что капитал колонизирует внутреннюю жизнь человека, используя нас как источник энергии для собственного существования. Как это делают те самые машины или роботы. Я всё время вспоминаю, тем более, что в этом году работе Гиды Бора «Общество спектакля» исполняется 50 лет. Я всё время вспоминаю Гиды Бор, и в некотором смысле сегодня «Матрица» – это зрелище, воплощённое во всемирной паутине. Реальный мир, или тот мир, который мы ещё вчера считали реальностью – это майя, иллюзия, мираж. А реальностью для многих людей всё больше и больше становится глобальный мозг, воплощённый во всемирной паутине, в которой и сейчас мы с вами находимся. Конечно, все видят в фильме отсылку к Платоновской республике, к Платоновскому диалогу «Республика». «Матрица» в точности повторяет ситуацию Платоновской пещеры. Мы с вами, обыкновенные люди, пленники, накрепко привязанные к своим местам и наблюдающие театр теней, которые мы принимаем за реальность. Главная разница заключается в том, что когда этим людям удаётся покинуть пещеру, они видят не рай земной, не некое высшее благо, а видят наоборот безотрадную пустыню реальность, пустыню реального, как скажет это Морфеус. В чём главная проблема для меня? Давайте я ещё раз прервусь и скажу, что вы помните, что нам можно звонить, что подключён скайп сереб-ните, и адрес, логин скайпа виден наверху на экране, и что не нужно дожидаться, пока этот скайп пришлёт вам контактные данные. Можно просто звонить, я увижу и услышу звонок и сниму, разумеется, трубку, поскольку разговор о пустыне реального – это разговор, наверное, важный сегодня для каждого из нас. Кто-то не ощущает присутствия матрицы, некой абсолютной связанности социальными условиями жизни, кто-то ощущает её очень болезненно. но каждый из нас понимает, что за этим кто-то здесь сегодня написал. По-моему, Миш, вот вы и пишете длинное сообщение. Ну, чё вам стоит позвонить по скайпу и его самому прочитать? Так будет интереснее, чем я буду бубнить продолжать своим монотонным голосом. Ну, вот Чубак, по-моему, написал, что ему как бы очень нравится эта связность и это пребывание в социальной реальности. И это, что делать? Действительно так, это нравится многим и многим, и в этом может быть главная особенность этого теста Роршаха. Вы, конечно, все помните, что Нео попадает, точнее говоря, ну уж напомним сами себе главными моментами, что получая вот те самые странные сообщения, которые стучатся к вам и на нашем экране тоже, и когда хакер Нео получает какую-то информацию, получает указание следовать за белым кроликом, он встречает девушку с татуировкой в виде белого кролика, которую, как вы знаете, зовут Тринити. Для этого он должен встретиться с Морфеусом. Морфеус предлагает ему на выбор две капсулы. Одну из них. Синюю, приняв которую, Нео останется в своей постели и будет считать, что ему все приснилось. И красную, которая позволит Нео понять, что такое матрица. Нео выбирает красную капсулу и попадает в жуткий разрушенный мир, который оказывается настоящим реальным миром. При этом, где у меня разрушенный мир, почему потерял зрелище, которое Нео получает в обмен на таблетки. Это вид разрушенного Чикаго до основания. В связи с этим видом Морфеус и скажет Нео, что это знаменитые слова «добро пожаловать в пустыню реального». И это, пожалуй, одна из самых главных мыслей или ощущений фильма. «Дело в том, или вопрос в том, что когда, ну, во всяком случае, европейский человек говорит и думает о том, что же все-таки такое реальность, он приходит к выводу, что реальность – это на самом деле пустыня реального. Реальность, предельная реальность или предельная материальная реальность европейского мышления всегда связана с катастрофой или состраданием. И это, как бы ни следовали братья Вачовски за «Белым кроликом» в реальность норы Алисы, и в фильме есть очень много отсылок к Кэролу. И как бы они не цитировали стилистически, по крайней мере, Осию Мамору, чей мультфильм, аниме «Призрак в доспехах» многократно и прямо цитируется в этом фильме, а мне кажется, что Осия Мамору, в общем, так или иначе, определяет всю стилистику фильма, всю стилистику поединков и многого другого. Его герои так реальности и не находят, а продолжают биться между двумя иллюзорными реальностями. Как бы, какую бы таблетку, на мой взгляд, не принял бы Нео, он в любом случае попадает в пространство иллюзии, в пространство воображения. Обе эти реальности иллюзорны по одной простой причине. Одна из них – это реальность социального кошмара, реальность социальной заезженности, реальность абсолютной невозможности выделиться из некоторой системы полубредовых правил и законам, которым следует человеческое общество, постоянно запутываясь в них, как в паутине. А другая реальность – это, к сожалению, реальность плохого трипа, кислотного кошмара, того, что любители ЛСД-трипов считают побочным действием, а коллеги-психиатры разбуженные с помощью ЛСД-шизофрении. Почему я так смело это утверждаю? Потому что я абсолютно убежден, что абсолютно не случайно все то, что происходит с героем после того, как он принимает, сами понимаете, красную таблетку, оказывается чередой ожидаемых, понятных с точки зрения психоанализа образов. Ну вот, например, да, вы все помните, как Нео приходит в себя в пузыре. И, конечно же, пузырь представляет собой некую огромную, почти бесконечную матку, где машины используют человеческую энергию, да, в таких вот маткообразных емкостях, опутанных проводами, как материнское место, плацента, опутано сосудами. В общем, это ровно то, Вачовски, по крайней мере, в модели мира матрицы снимают ровно то, что подробнейшим образом в ЛСД-переживаниях проанализировано знаменитым Станиславом Грофом в его понятии перинатальные матрицы. То есть, он считал, особенно в начальных своих исследованиях, что это для меня самая блестящая часть его работы с ЛСД. Так вот, он считал, что основная часть переживаний, переживаемых галлюцинаций, когда человек принимает серьезные дозы диетиламида литергиновой кислоты, они связаны с пробуждением родовых воспоминаний, с пробуждением воспоминаний о пребывании в матке, о хорошей и плохой так называемой матке. И если вы когда-нибудь прочитаете работу Станислава Грофа «Перинатальные матрицы», то просто удивитесь, насколько близко те, многие из тех переживаний контакта с машинами и вот контактов с машинами тех самых двух боевых кораблей, которые плавают по миру реальности фильма «Матрица», то вы убедитесь, что это переживание плохой матки по Станиславу Грофу и вообще очень легко, я не буду сегодня, но это можно сделать очень подробно, проанализировав всю эту вот вот эту часть описания реальности, в которой оказывается Нео, проглотив красную таблетку, ее можно очень легко проанализировать в терминах психоаналитического первичного объекта, а первичный объект психоанализа, собственно говоря, есть смутный образ матки детского места и комфорта, который ребенок ощущал в нем, внутри, в человеческого бессознательного, то есть в глубине человеческой психики. И выяснится, что с точки зрения глубинной психологии разных ее направлений, не только классического психоанализа того же, той же франкфуртской школы, вы с легкостью выясните, что речь идет о том, что вся вот эта часть, описывающая реальность, это часть, которая фактически посвящена, еще раз повторяю, с точки зрения психоанализа, борьбе человека за отрыв от матери, к борьбе против поглощенности образом матери. Ну и конечно, да, вот сама по себе система сот маток, которые видят Нео, когда приходят в себя, она только об этом и говорит. Мир машин представляет собой всего-навсего небольшого брата из утопии Джорджа Уолл Орвелла, 1984 год, огромную мать или огромную матку, которая пытается обеспечить человечеству и каждому отдельному человеку с ее маткиной точки зрения правильное и идеальное существование, поглощая в обмен на эту энергию сына или дочери, а борьба и восстание Троицы, ну собственно говоря, имя любимой женщины Нео Тринити уже переводится как Троица, но великой Троицы Нео, Морфеуса и Тринити против матрицы, внушаемой миром машин, это всего лишь борьба за отделение от матери, борьба, которую вечно ведет человек. И более того, эта борьба, как и вся борьба в этом мире, она, собственно, практически не имеет никаких ясных целей. Это борьба ради самой борьбы. И вы, наверное, помните, что в экипаже Новухудоносора, одного из боевых кораблей, которые воюют с матрицей, и капитаном которой является Морфеус, появляется предатель Сайфер, который готов променять жизнь своих друзей и свободу собственного разума на обман системы. Сайфер выдает своих бывших друзей агентам, то есть охранным программам матрицы, которые всячески жаждут получить коды доступа к единственному свободному городу глубоко под землей, который называется Зеоном. Сайфер убивает половину команды, если вы помните, но Тенку, оператору, удается его убить с помощью винтовки Теслы. Между прочим, на винтовке придуманный Николай Тесла, так никогда и не созданный людьми, только в фильме Матрица, она вспоминается. Вот, и это целая проблема. Я хочу сказать, что это проблема, ну вот Чубакки, например, который пишет же о том, что мне очень нравится жить в Матрице, и это действительно так, потому что обратной стороной этой самой Матрицы оказывается практически всегда революция и революционная борьба. Ну, потому что на обратной стороне этой борьбы всегда революция, всегда смерть и пустота, неузнаваемая пустота уничтожения реальности, пустыня реального. Вот вы знаете, первым, по-моему, был Джордж Сантояно, который это американский такой свободный философ и библиотекарь. Вот, не буду сейчас подробно рассказывать о Сантояне, это сложный разговор, но он впервые, и за ним еще несколько исследователей, утверждало, что социализм, советская система, имела под собой некоторые реальные основания, то есть она была основана на реальности. И поэтому советскую систему можно считать условно реальной, а вот, скажем, систему фашизма считать реальной нельзя. Почему? Потому что советская система была основана на реальном событии, на великой, тем не менее, октябрьской социалистической революции, столетие которой мы будем отмечать про себя, разумеется, в этом году. Так вот, простите, что я экою экою, но у меня правда нет готовых текстов и какого-то такого окончательного готового ответа на загадку «Матрицы», я лишь хочу сказать, что почему Сантояне считал, что Великая Октябрьская социалистическая революция была реальным событием. То есть она и была той реальностью, которая потом позволила строить вокруг себя некоторую болезненную иллюзию. Но эта иллюзия, из-за того, что в основе её лежала реальность, её жителями читалась, как некоторая абсолютная непререкаемая реальность. А вот в случае фашизма такого не было, потому что никакой нацистской революции не было, и пивной путь в Мюнхене на самом деле, конечно, был именно пивным путчем, то есть таким постановочным действием, одним из элементов декораций, связанных с легитимным, правда ведь, легитимным захватом Гитлером власти. Он же стал рейхсканцлером, и это всё были нагромождения спектаклей, а не некоторые события реального бунта, разрушающие реальность. Простите, разрешающие и предшествующие реальность. И поэтому многие считают, что социализм именно поэтому сумел построить гораздо более прочную реальность, чем нацизм. Реальностью, давайте я вернусь к первой мысли, с которой начал этот разговор, всё равно является катастрофа. Нет, Саш, тут Саша всё время просит как бы вот прервать эфир, но давайте не будем его прервать, потому что иначе он затянется и будет несмотребелен вообще, как мне кажется, а к следующему разу мы попробуем как-то всё это дело проверить, как у нас работает связь по скайпу и почему в скайпе не слышно. Так вот, я хочу сказать, что для того, чтобы какая-то жизнь из иллюзии стала реальностью, она должна столкнуться состраданием, с пустыней реального. И мы это с вами знаем, потому что всякое счастье иллюзорно оказывается реальным или кажется чем-то реальным ровно тогда, когда распадается, когда мы достигаем пустыни реальности. И мне думается иногда, что в основе лежит христианство, христианское мышление, правда? Ведь новая реальность, реальность христианского мира создавалась на основе катастрофы, страдания Бога и его смерти на кресте. И, вне всякого сомнения, в третьей части трилогии, как бы к ней ни относиться, Нео ради созидания некоторой следующей, третьей реальности, конечно же, идёт на страдания и на своего рода ослепления и на своего рода страдания на кресте. Если хотите, в христианской мифологии без этого никак не обойтись, совершенно невозможно, иначе фильм будет непривлекательным, иначе всё будет выглядеть как-то по-другому, по-буддистски. Мне хочется сказать, что для меня появление фильма «Матрица» выглядело абсолютно парадоксальным, по той простой причине, что я был влюблён в появившийся за шесть лет до этого фильм «Маленький Будда» Бернарда Бертолуччи с тем же самым Киану Ривзом в главной роли. И вот когда мы видим дерево Бодхи, вообще-то это не Бодхи, честно говоря, вот тут в кадре из фильма «Маленький Будда» это Баабаб, конечно, а не Бодхи. Бодхи – это другое дерево на самом деле. Ну, ладно, в общем, это неважно. Баабаб, конечно, красивее, я тоже так считаю. Так вот, вот тут Киану Ривз в образе Будды медитирует, а дети собираются к нему, и вне всякого сомнения, и вот этот юный мальчик, который, как вы помните, в фильме является его реинкарнацией, Бодхисатвой, и другие дети, которые приближаются к Будде, они вне всякого сомнения покидают матрицу, социальную матрицу, только покидают ее на свой буддийский манер. Вот они просветляются, просыпаются, и оказываются в потоке абсолютного, наверное, счастья, о котором мы с вами говорили, и которое в буддизме называется нирваной. А сейчас, Ефросинья Алексеевна, я попробую вам перезвонить, хорошо, закончу мысль эту. Вот, а европейский человек, неминуемо прорываясь сквозь свою матрицу, оказывается в потоке непрерывного несчастья, борьбы и страданий, то есть в ситуации опустошения реальности, в ситуации необходимости революции. Мне всегда очень нравилось сравнивать. Вот это Киану Ривз Будда и дети вокруг него. А вот еще один кадр того, как дети прорываются сквозь матрицу к Будде. И он мне безумно напомнил вот эту историю, когда Нео впервые ощущает, что он способен отводить пули, да, останавливать пули. Вот сравните эти две картинки с одним и тем же актером. Это Нео, извините, а это маленький Будда. Нео останавливает пули, а это Будда освобождает детей от социальной матрицы страдания. Как вам такое сравнение двух Киану Ривзов? Наша культура вот так не умеет. Она считает реальностью то, что является разломом, разрывом и пустотой. То, что является страданием и уничтожением. И если мы внимательно посмотрим телевизор, то вдруг окажется, что вот этот самый главный вопрос для средств массовой информации. Почему люди так любят смотреть документальные материалы про убийства, катастрофы, теракты? Почему именно они имеют максимальные рейтинги? Наверное, потому, что это такая псевдопопытка пробиться сквозь матрицу. То есть, пробраться к вот этой самой страшной изнанке реальности, которая нами и ощущается как реальность. Потому, что всё остальное – это общество спектакля. Это некоторая сладкая патока, которую мы как реальность не ощущаем. А для того, чтобы почувствовать реальность, нам надо почувствовать боль. И мне кажется, что фильм «Матрица» именно об этом. две наши реальности, как-то я не в ту сторону всё время двигаю, в сущности равны. Два близнеца – реальность и нереальность, как на этой ваджле. Каким образом преодолеть эту паутину, которая нахватила нас в этой социальной реальности? Мне кажется, это можно перевести. Перевести очень просто. Нам всем хочется быть героями. Может быть, это основная мифологема нашей жизни. Нам всем хочется быть героями. Ну, хотя бы в глазах какого-то небольшого и узкого собственного круга. Каждому мужу и каждому любовнику хочется быть героем в глазах своей семьи, своих детей, своих близких. Героем, а вовсе не наоборот, не антигероем. Хочется быть этаким супер-нео. Ну, хотя бы мессией для одной отдельно взятой семьи. Правда? И вовсе не обязательно семьи. Юноше хочется быть героем в глазах девушки. Девушкам хочется быть героинями в глазах юноши. Героизм просто немножко разный. Что, собственно говоря, по-своему замечательно и очень откровенно подростково. Точно так же, как в «Призраке в доспехах» в японском ани-бе. Это демонстрирует образы Нео и Тринити. Нам всем хочется быть героями, но на меньшее и на меньшее мы не согласны. Так можно описать то самое стремление к значимости в жизни, о котором мы неоднократно говорили. Ну, вот ведь какая незадача получается. Для того, чтобы стать героем в нашем мире, нужно создать себе некоторый антимир. Нужно что-то такое разрушать. Нужно находить врагов. Нужно с чем-то бороться. Пожалуй, единственный мистический герой «Матрицы», который что-то пытается создавать и хранить, это «Пифия», «Мистический оракул» в этом фильме. Она единственный создатель. Все остальные разрушители. Потому что быть героем, что-нибудь разрушая, за что-нибудь борясь, что-нибудь создавая, за что-нибудь борясь, гораздо проще, чем быть героем, что-нибудь создавая. Вот этим самым создателям и творцам, в общем, не верят. И поэтому образ «Матрицы» это образ, в первую очередь, универсального врага, с которым подлинному герою надлежит бороться, возносясь над ним и разрушая его. Я не знаю, что будет в четвертых и пятых сериях «Матрицы». Я просто, к сожалению, убежден, что все будет еще хуже, как положено в фильме, который создает сам себе много сиквелов. Но я думаю, что там будет непрестанное, колоссальное усиление борьбы и уничтожения. Уж больно создавать и объяснять невыгодно. Нужно найти врага и уничтожить его. Смотрите, у нас это очень заметная традиция. Я, наверное, ничего нового не скажу, если вспомним 1937-й. Кто бы, честное слово, поставил фильм с таким названием? Так вот, была «Матрица», некоторая счастливая советская жизнь, по большей части в больших городах. И был мир реальности, который был миром ГУЛАГа, лагерей. И, конечно же, этот мир ГУЛАГа, лагерей создавал ту самую индустриальную, а потом и военную мощь СССР, и, конечно же, те самые счастливые равенством и братством жители Москвы и Ленинграда всеми силами старались не думать и не признавать мира лагерей, в общем, который был миром создателей, правда? Как-то однажды мы говорили о романе Герберта Уэллса, о его подземных рабочих, в общем, не хочется мне сейчас всего этого повторять, но хочу-то я сказать, что матрица братьев Фачевских содержит в себе реальность борьбы, героизма, А наша с вами матрица содержит в себе реальность реальность зэков и трусости. И хотя и та и другая реальность заключает в себе вполне христианское страдание, мы, в общем, сами не заметили, насколько наш мир создан реальностью вертухаев, зэков, лагерей, мы не заметили и не хотим до сих пор замечать, пытаясь всячески отрицать существование этой реальности. А это ведь была реальность созидания, пусть и насильственного. Мне, например, до слез жалко советскую промышленность, созданную лагерями, не только потому, что уничтожать ее было ну, как-то неумно на мой взгляд. Но это ладно бы. Не мне об этом в конце концов судить. Это и не о политике и вовсе, а о том, что за стенами большинства наших оборонных предприятий, огромных заводов тысячи и миллионы жизней зэков и вертухаев как за строительством Беломорско-Балтийского сегодня всем известного канала. Когда мы создавая свою новую матрицу вот эти предприятия разрушаем, мы совсем забываем тех и так, и без того забытых людей, которые всю эту реальность строили или создавали. Ну, те, кто будут уж так совсем радикально возражать, я, наверное, отвечу, что хорошо, ладно, ну, почти всю. Может быть, так нашей с вами душа будет немножко спокойнее. когда мы пытаемся не созидать что-то внутри социальной реальности, когда мы пытаемся прорываться сквозь нее, преодолевать матрицу и стремиться к чему-то, что является подлинной реальностью, находящейся где-то там за обществом спектакля. то мы фактически можем там открыть только две огромные конструкции. Рибо реальность подземных гулаговских строителей и созидателей промышленной мощи страны либо пустыню реальности войны или революции. То есть такого абсолютно пустого героизма без всякого созидания. героизма что когда Нео в третьей части фильма удается взять механического бога измора, то в общем выясняется, что созидать дальнейшую реальность, то есть некоторые новые программы по всей видимости будут они не Нео и не Тринити и не Морфеус, не боевая троица, не боевая тройка лошадей, а Пифия с тем самым побеждённым, но не сломленным вечным механическим богом. Выходит как-то так.